Доброго времени суток мои дорогие зрители. Товарный дефицит в СССР – явление, присущее советской плановой экономике, постоянный недостаток отдельных товаров и услуг, которые покупатели не могли приобрести, несмотря на наличие денежных средств. В тех или иных масштабах и разных сферах жизни товарный дефицит был характерен практически для всей истории существования СССР и сформировал экономику продавца, производители и система торговли в таких условиях не были заинтересованы в качественном сервисе, своевременных поставках, рекламе, привлекательном дизайне и поддержании высокого качества товаров. Представьте себе, если бы вы попали в Россию 2019 года из СССР образца 1978-го. Вас очень бы удивило обилие разной техники, возможность путешествовать по всему миру, свободное хождение валюты. А еще обилие всякой разной еды и деликатесов, которых сейчас, видимо-невидимо, были бы финансовые возможности. А в Советском Союзе в простое время и особенно перед Новым годом были ужасные напряги. Без знакомых в магазине и куска мяса урвать не получилось бы. Хотя в разных районах страны по-разному дело обстояло. В Подмосковье более-менее благополучно. Потому что всегда колбасу в Москве купить можно было. Тем не менее, многие продукты были дефицитом. К Новому году начинали готовиться месяца за полтора. Так вот для героев Советского Союза существовали продуктовые наборы. За деньги, естественно, недаром. Баловали героев обычно на майские, 7 ноября и Новый год. Такие наборы были подарком для семьи. Итак, давайте рассмотрим, что же входило в такой набор и чем баловали людей, которые рисковали жизнью ради Родины. Батон сырокопченой колбасы примерно по 5 рублей за килограмм. Две баночки майонеза по 250 грамм. По 40 копеек за банку. Банка красной икры 140 грамм. 4 рубля 20 копеек. Пачка индийского чая со слоном. 95 копеек. Курица импортная. Венгерская по 3 рубля 60 копеек. Коробка шоколадных конфет. Рублей 5-7 обычно. Банка зеленого горошка. 40 копеек. Кусок сыра российского с полкило. 3 рубля с копейками. Банка селедки. Банка сайры по 70 копеек. Банка шпрот тоже копеек по 70. Банка кофе растворимого. 6 рублей. Бутылка шампанского. 4 рубля с копейками. Банка сгущенки за 55 копеек. Банка черной икры 112 грамм 6 рублей. Правда она была не всегда. Кусок осетрины копченой с полкило. Или киты. Мандарин пару килограмм. Колбаса докторская или любительская. Грамм 700-800. По 2-90. Баночку томатов консервированных. 40 копеек. Ассортимент набора от праздника к празднику менялся. Ближе к 90-м набор включал 1-2 бутылки водки. Иногда в наборе кусок говядины давали кило на 2. Но это кому повезет. Героев союза уже не осталось. Все они остались в нашей памяти и на страницах истории. А многим и в наше время недоступны многие продукты из этого списка, за неимением финансов. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии по этой теме. Пока-пока.